Официально смертную казнь в Кыргызстане отменили в 2007 году. Ее заменили на пожизненное лишение свободы. Отбывающий пожизненный срок по закону должны находиться в одиночных камерах. Это необходимо, чтобы пожизненный не мог контактировать с заключенными общего режима. Самая известная в постсоветском пространстве тюрьма для пожизненно осужденных – это российская исправительная колония номер 6 в городе Соль-Илецк на границе с Казахстаном, более известная как «Черный дельфин». В этой тюрьме в одиночных камерах содержатся особо опасные преступники – серийные убийцы, террористы, каннибалы, члены организованных преступных группировок. Из этой колонии еще никому не удавалось бежать. Дежурный! Есть ли начальник? Здравия желаю, гражданин начальник! Докладываю дежурный по камере осуждения Летищенко Станислав Льосевич, 1944 года рождения! Такую же тюрьму начали строить в прошлом году и в Кыргызстане. Исправительная колония номер 19 находится в селе Джан-Иджер Чуйской области. Тогда сотрудники Государственной службы исполнения наказаний говорили журналистам, что из этого учреждения будет невозможно сбежать. Здесь будут содержаться особо опасные преступники. Установлено будет видеонаблюдение, все проложено. В некоторых камерах уже стоят видеокамеры. На отсекающих, вот этих отсекающих, будут установлены электронные замки. Мы гарантируем, что отсюда никто сбежать не сможет. Все необходимые меры безопасности соблюдены, которые соответствуют всем международным требованиям. В этой тюрьме должны были содержаться и те 9 преступников, которые совершили побег из следственного изолятора номер 50. Ночь с 11 на 12 октября. Во время побега были убиты трое сотрудников ГСИН. Один раненый находится в больнице. Преступники задушили охранников тюрьмы. Среди 9 сбежавших семеро отбывали пожизненный срок, а двое находились под следствием. Сеня обвиняется в религиозном экстремизме. Свет там отключен был. Свет отключен ночью. Так точно. А сколько минут свет был отключен? Свет где-то более получаса. В это время и было. Потому что сейчас, видите, в связи с изменением погоды, у нас часто отключается электроэнергия. Не только в данном учреждении, а и в других учреждениях. А нету что ли дополнительных генераторов в этих случаях? Есть генератор, но генератор предназначения другое. Правозащитники считают, что в побеге особо опасных заключенных виновата правительство. Представители наблюдательного совета при ГСИН и правозащитной организации Бирдуйно уже давно говорят о плохом финансировании тюрем. Фактически из государственного бюджета выделяется только средство на зарплату сотрудников, на питание закрученных и на небольшие потребности для ремонта и так далее. Нужно понимать, что тюремная безопасность – это прежде всего национальная безопасность, это прежде всего общественная безопасность. И если мы не обеспечиваем безопасность в тюрьмах, о какой безопасности вообще в обществе мы можем говорить? Согласно статье 50 Уголовного кодекса Кыргызской республики, пожизненное лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в исправительную колонию особого режима. Семеро из девяти сбежавших отбывали пожизненный срок вместе с заключенными общего режима в следственном изоляторе номер 50. Четверых еще не нашли. Продолжение следует...